Доброе утро, дорогие первоклассники! Утром солнышко проснулось. Нам, ребята, улыбнулось. Лучи солнышко возьмем и к сердечку поднесем. С добрым утром и с хорошим днем! Наш урок математики с улыбки мы начнем. Вы чувствуете тепло, солнышко? Улыбнитесь и подарите это тепло своей мамочке. Пусть сегодня на уроке нам будет тепло и уютно. Начинаем наш урок. Предлагаю подружиться и всем вместе потрудиться. Сегодня необычный урок. А какой вы узнаете, если переставите цифры по порядку? Молодцы! Справились! И у нас получилось слово «сказка». Сегодня у нас урок посвящен сказкам. Они помогут нам познакомиться с новым числом 4. Мы сегодня научимся составлять примеры с этим числом и решать задачки. В мире много сказок, грустных и смешных. И прожить на свете нам нельзя без них. В сказке может все случиться. Наша сказка впереди. Сказка в двери к нам стучится. Скажем, гости, заходи! Ребята, все вы знаете сказку о красной шапочке. Сейчас мы отправимся с ней навестить ее бабушку. По сказке с красной шапочкой мы в дальний путь пойдем. Пройдем мы между елочек и цифры назовем. Давайте с вами назовем числа от 1 до 10 в прямом порядке. Теперь назовите числа в обратном порядке. Какое число стоит перед числом 4? Верно, 3. А какое число стоит после числа 4? Правильно, 5. Назовите числа, которые стоят между числами 1 и 4. Молодцы, ребята! Это 2 и 3. А сейчас, ребята, повторим состав изученных чисел. 2 это 1 и 1. 2 это 0 и 2. Или 2 и 0. 3 это 1 и 2. 2 и 1. 3 и 0. 0 и 3. И еще 1, да 1, да 1, да еще 1. Посмотрите на экран. Давайте решим задачу. На дереве сидели 2 белочки. К ним прибежала еще одна. Сколько белочек стало? Верно, 3. 2, да еще 1, получится 3. А теперь, ребята, на веточке дерева сидело 3 белочки. Одна убежала. Сколько белочек осталось? Правильно, 2. Из 3 вычесть 1 будет 2. Молодцы! Вот мы и пришли к бабушке. Она живет в домике на опушке леса. Посмотрите, из каких геометрических фигур состоит домик, начиная с фундамента. Правильно. У бабушки в гостях находится еще один сказочный герой. Угадайте его. Он веселый и не злобен, этот милый чудачок. С ним хозяин, мальчик Робин и приятель Пятачок. Для него прогулка, праздник. И на мед особый нюх. Это плюшевый проказник. Медвежонок. Правильно, Винни-Пух. Он предлагает вам послушать интересные сообщения о цифре 4 и потом ответить на вопросы. В древности четверку считали символом устойчивости, прочности. Рисовали квадрат, четыре стороны которого обозначают четыре стороны света. Давайте с вами вспомним и назовем четыре стороны света. Догадались? Молодцы! Север, юг, запад, восток. Назовите четыре времени года. Правильно! Это зима, весна, лето, осень. А кто знает четыре стихии? Молодцы! Это огонь, земля, воздух и вода. А теперь, ребята, давайте с вами отдохнем и выполним физкульт-минутку. Буратино подтянулся, раз. Нагнулся, два. Нагнулся, три. Руки в сторону развел. Видно, ключик не нашел. Чтобы ключик нам достать, нужно на носочки встать. Встаньте, потянитесь. И потихонечку опять подходим к столу. Садимся, продолжаем наш урок математики. Послушайте стихотворение. Цифра новая, четыре. Стол стоит у вас в квартире. Сколько ножек у него, у стола твоего? Четыре. Совершенно верно. Ребята, на что похожа цифра четыре? А четыре букву Че не напоминало тебе? Честным, чутким человеком. Будь всегда и будь везде. Кто-то ночью старый стул спинкой вниз перевернул. И теперь у нас в квартире стал он цифрою четыре. Вот, ребята, сегодня на уроке мы научимся писать цифру четыре. Но сначала повторим правила письма. Ребята, цифра четыре состоит из двух наклонных палочек. И одной горизонтальной. Посмотрите на экран. Сначала пишем первую наклонную палочку. Потом вторую наклонную палочку. И затем горизонтальную палочку. Начинаем писать длинную наклонную палочку чуть ниже вершины угла правой стороны клетки. И ведем ее к нижней стороне клетки, чуть правее середины. Пишем короткую наклонную палочку. Начинаем от верхней стороны клетки, немного правее ее середины. И ведем ее наклонно вниз, чуть ниже середины клетки. Затем пишем горизонтальную палочку, ведя ее вправо, доводя до первой наклонной палочки. Получилось? Молодцы! А теперь пропишите цифру четыре самостоятельно два раза. Молодцы! Хорошо справились с этим трудным заданием. Продолжаем наш урок. Посмотрите на экран. У бабушкина домика утром два зайца сидели и дружно веселую песенку пели. Один убежал, а второй вслед глядит. Сколько у домика зайцев сидит? Правильно, один зайчик. И он нам предлагает выполнить следующее задание. Посмотрите на экран, рассмотрите схемы, составьте по ним примеры и запишите. К одному прибавить три будет четыре. К двум прибавить два получится четыре. К трём прибавить один будет четыре. Значит, ребята, четыре это, запоминаем, один и три. Четыре это два и два. Четыре это три и один. Молодцы! Зайчик предлагает вам посмотреть на экран и запомнить, выучить состав числа четыре. А теперь проверьте себя. Молодцы! И с этим заданием вы справились успешно. А сейчас отгадайте загадки, которые приготовила для вас бабушка красной шапочки. Она всегда за модой успевает. Она всегда за модой успевает. Четыре раза в год наряд меняет. Кто догадался? Правильно, это земля. Вспушит она свои бока, свои четыре уголка. И тебя, как ночь настанет, все равно к себе притянет. Догадались? Это подушка. Под крышей четыре ножки, а на крыше суп до ложки. Совершенно верно, это стол. Четвёртый месяц как шагнёт, так с треском лопается лёд. Вспомните, ребята, какой по счёту четвёртый месяц. Да, конечно, это апрель. Ребята, кто подскажет мне, что объединяет все эти загадки? Молодцы, правильно, число четыре. Ребята, мы очень хорошо сегодня поработали на уроке с цифрой и числом четыре. Попробуйте выучить и повторить скороговорку. У четырёх черепах по четыре черепашонка. Вот и закончился наш урок «Сказка». Чтобы сказки не обидеть, надо их почаще видеть. И их читать, и рисовать, их любить, и в них играть. Сказки всех отучат злиться и научат веселиться. Быть добрее и скромнее, терпеливее, мудрее. Дорогие первоклассники, спасибо вам за активную работу на уроке. Молодцы! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok